Сесс-контроль, сесс-контроль. Вот так мы работаем, работаем. Да, 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 да. Всем привет, мои хорошие. Такая замечательная погода в Мерсине. И так обидно мы сидим дома. Вот, посмотрите, детки гуляют на улице. Женщина пошла с продуктами, маски, перчатках. А детки вот гуляют. Сторож у нас занимается цветочками. Сейчас перейду на другой балкон, покажу, что там. Ремонт на нашем балконе приостановился, потому что погоды были плохие. Ашкем говорит, не дай бог, простужуся. Но пускай так будет, спешить некуда. Вот сюда я вчера пересадила, вот, цветочки. Видите, начали. Вот это, кажется, мордовика будет у меня. Ну вот, розочки у меня пошли. Представляете, у меня никогда не было роз. Я так мечтала о розочках. А вот эту розочку мне Анна имчик дала. Мне кто-то сказал, разные некрасивые горшки, разные горшки. Но пускай, почему-то, говорите, некрасивые. Нормальные у меня горшки. Может, пару есть таких, в которых, где гвоздики, но мы потом их поменяем. Смотрите. Где у меня некрасивые горшочки. Все горшочки красивенькие. Так, и знаете что? Вот тут тоже у меня саженцы растут. Эх, что вырастает, я их пересаживаю в это. И, кстати, что хочу сказать. Вот, асфальт делают. Видите, у нас как работы не стоят. Люди вон козят, гуляют. Молодежь. В общем, такая ситуация у нас. Что-то такая лень, ничего не хочется делать. Надо вот так вот убираться. Так маникюр собираюсь сделать. Маску сделала сегодня с утра. И не знаю, что буду готовить. Покажу вам потом. А вот и я, мои хорошие, привела себя в порядок. Волосики сделала. Посмотрите, как я делаю волосы. Вы говорите, что я неухоженная. Посмотрите, сейчас повернусь вам. Вот так, видите? Вот с моими волосами стараюсь что-то придумать. Представляете, когда у меня будут такие шикарные волосы, когда у меня будут покрашены волосы, какая я буду красавица. Сейчас почистила маникюр, накрашу. Может, с вами накрашу. А может, без вас. У меня очень много маникюров. Не знаю, какой полный выбрать. Не знаю, видите, и так легкий сделала. В общем, мои хорошие. Звонила я сейчас Батуми к моему зятю. Как я вам говорила, он выехал с Турции. Его забрали на карантин. Живет он в очень хороших условиях. В одной из самых новых, престижных, пятизвездочных отелей города Батуми. Грант называется. Палас, кажется. Очень все хорошо. Показывает видео, присылает. Но он находится один. Совсем один. Кушать, приносить, стучат в двери. Специально одетые в форме люди. Хочу объяснить, как проходит карантин в городе Батуми. Значит, в общем, по порядку. Его, значит, забрали на границе, померили температуру. В дороге тоже пару раз останавливали, измеряли температуру. Затем, значит, он на границе посадили в автобусы тех, кто прибыли. И только граждан Грузии разрешают переходить. Иностранцы и Азербайджан, окажется. Так вот, всех их посадили в автобус. И они, значит, ну, естественно, мой зять в маске все были. И повезли их в гостиницу. Там, значит, распределили каждого по номерам. Дали термометр. Дали, значит, ручку с бумагой. Лист с бумагой. И все. Все, что хотите, за их каприз. То есть сигареты, если они хотят, он дает деньги, и они покупают им. Никто с ними не общается. Значит, у них телефон, если какие-то проблемы, звонить. В общем, вид у него красивый, шикарный на море. Он находится на побережье бульвара. Там очень красивый вид. Конечно. Но, представляете, 14 дней только... Вообще ни с кем не общаться, только вот по интернету. Я стараюсь, мне так жалко его по-матерински. Вчера позвонила и сегодня позвонила. Как-нибудь развлечь его. Я говорю, питание шикарное. С утра, говорят, суп и мясо, и какую-то кашу там принесли. Крупу и салаты. В общем, три раза в сутки кормят супер. Ну, я ему сказала, он мне такой худой. Я говорю, давай кушай, меньше кури и поправляйся. Я говорю, сколько температур? Он говорит, 36 с чем-то. Они не спрашивают ничего. Просто дали лист бумаги и все. Сказали, если вдруг какие-то проблемы, тогда звони. Ну, вот такие новости по поводу карантина, как проходит карантин в Батуми. Надеюсь, вам была интересна эта информация. Ну, будем снимать дальше. Девятый день карантина. Докус гюн карантина, Дюру. Давай, Ашкин, давай. А вы говорите, Ашкин, видите, как мой? Сейчас я ему помогу. Ашкин, давай. А, вот так я сяду на него. Ой, сяду. Давай, Ашкин, давай. Давай, Ашкин. После еды. Я мягко сурал мас. После еды нельзя. Смеется. Посмотрите. Ой, мой золотой. Аферин, сынок, аферин. Аферин, аферин. Молодец, молодец. Ашкин, два раза не обязательно. Не умри сейчас. Аферин. Аферин. А я вот. Я же сижу у него. А я вот трюс. Докус гюн карантина. Чи, гичты. Вот так вот. Вот такой спортсмен у меня. Калкашком. Калк. Зиплашем. Зипла. Калк. Раз-два. 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 Раз-два, 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 раз-два. Ики-кю, ики-уч, ики-уч, ики-уч. Раз-два, бирики, 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 зипла, зипла. Хап, 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 штаны не потеряй. Хап, 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 хап. Аферин Ашкем Беним. Аферин Ашкем. Ашкем, давай зумбу включим, будем танцевать. Зумба, а что сейчас? Зумба, сэндабельмёрсум хоректит. Вот видите. Вот так мы с Ашкемом занимаемся спортом. Молодец, браво! Вы видите, солнце, астрон с ума. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 пока друзья мои хочу показать вам одну из очень вкусных закуса которые делают в турции она делается из нохута и тахина это кунжутная из кунжутных семечек семечки это с маслом тут такие все масленое я сейчас это все сначала помещу в этот блендер очень вкусно кстати пюре как такое вообще обалдеть измельчу добавлю пару ложек вот этого семечки кунжутные семечки и потом сверху залью масло и с перцем такой чтоб красненько было в общем супер ждите так мои хорошие я приготовила посмотрите вот этот нохут такой горох нохут обалденная вкуснота ашкен будет есть вот такую пюрешку с печенкой жареной вот такой салатик я сделала все положила что было вот мой винегрет вот это пюре и мои котлеты из кабачка и сделала суп бульон у нас куриный куриный бульон с чесноком именно такой любит ашкен вот такие супы легкие делают турции с курица видите как я ее покрошила в общем пошли мы кушать пока пока да и кстати в этот нохут я добавила чуть-чуть воды обязательно кипяченой горячей добавила чтобы она была потому что она густое значит вода нохут вот этот кунжутные кунжутные семечки соль перец внутрь можно тоже и сверху вот растительное масло с красным перцем пока